Добро пожаловать в видео, которое поможет вам перейти от новичка к сборщику чемпионов. Информация в этом видео поможет вам узнать, как собирать, а затем стать лучшим сборщиком и зарабатывать гораздо больше денег. Вы откроете для себя приемы самых лучших сборщиков чемпионов. Перед тем, как начать собирать, есть несколько важных вещей, которые ты должен знать. Этот раздел актуален для сбора всех фруктов. Безопасность и здоровье На ферме могут быть опасные места. Да, на вашей ферме соблюдается правило техники безопасности, которую надо прочитать. Держитесь подальше от тракторов и машин, не думайте, что водитель вас видит. Некоторые транспортные средства, такие как грузоподъемник, движутся быстро во всех направлениях. В то время как основная работа, сбор фруктов, у вас могут быть и другие работы, такие как вентиляция туннелей, посадка, обрезка и обрезка побегов. Для некоторых также есть работа и на упаковке. Вы пройдете обучение перед выполнением любой работы. Поля, которые не собирались в этот день, могут быть опрысканы. Не ешьте фрукты. При сборке носите свободную удобную одежду, при работе на улице возьмите с собой головной убор, чтобы предотвратить солнечный удар. Важно пить много воды, чтобы избежать обезвоживания. Важно знать, как правильно поднимать. Плохая техника подъема вызывает разные травмы спины. Всегда сгибайте колени и поднимайтесь с прямой спиной. Избегайте скручивания и при размещении делай то же самое. Гигиена. Фрукты не моют перед тем, как их есть. Всегда мойте и сушите руки перед началом работы. После еды, питья, курения или посещения туалета используйте антибактериальный гель, если имеете. Длинные волосы должны быть завязаны, чтобы они не попадали в фрукты. Существует строгое правило – никаких ювелирных изделий, потому что могут попасть в понетку. Пожалуйста, внимательно заполните медицинскую анкету. Важно, чтобы мы знали о любых аллергиях, таких как укусы пчел и сенная лихорадка. Вы должны сообщать о любом заболевании до или во время работы своему руководителю. Если вы страдаете от болезни пищевого происхождения или таких заболеваний, как расстройство желудка или дезинтерия, вы должны получить письменное разрешение врача, прежде чем вернуться на работу. О любых травмах в течение дня следует сообщать руководителю. Можно использовать только синие пластыри от человека, отвечающего за это. О потерянных пластырях нужно сообщать. Вы должны курить, есть или пить только в специально отведённых местах. Пожалуйста, помогите содержать поля в чистом и не бросайте мусор. Убедитесь, что в ваших планетках только правильные фрукты. Всё остальное должно быть запрещено. Есть пример вещей, которые были найдены и создали серьёзные проблемы для фермы и сборщика. Все сборщики должны прочитать и подписать форму требований гигиены. Форма доступна на разных языках. Качество Качество всегда должно быть на первом месте. Какой бы фрукт вы не собирали, сначала научитесь правильно собирать и узнайте требования к качеству. Они могут варьироваться в зависимости от того, к какому клиенту будут направлены фрукты. Поэтому, каждый раз, когда объясняет начальник, убедись, что смотришь и слушаешь внимательно. Насекомая spotted wing drusophila, или сокращённо SVD, является серьёзной проблемой на фруктовых фермах. Эти крошечные плодовые мушки могут нанести серьёзный ущерб урожаю, и вы должны точно следовать правилам, которые объяснил вам ваш начальник. Любые повреждённые или перезрелые фрукты должны быть удалены с поля в предоставленные контейнеры. Когда вы учитесь собирать быстрее, вы должны делать это, не снижая качество своего сбора. Спроси себя, буду ли я счастлив купить это. Убедитесь, что вы не кладёте слишком много фруктов, так как ящики будут сложены друг на друга. Если фрукт раздавлен, значит фрукт повреждены. Никогда не работайте с фруктами таким образом. Начало работы. Когда прибудете на поле, начальник покажет вам, как подготовить ваши ящики и как собирать. Смотри и слушай внимательно, потому что есть чему поучиться. Начальник знает, что новый сборщик не запомнит всё с первого раза. Просто приложите все усилия и всегда спрашивайте, если что не понимаете. Какой бы фрукт вы не собирали, весь плод должен иметь достаточного цвета. Иногда фрукты окрашены с одной стороны и слишком белые с другой. Всегда смотрите перед тем, как собираете, так как этот фрукт надо оставить на растении. Вам нужно будет сортировать фрукты по мере их сбора. Обычно это означает, что фрукты первого класса попадают в понетки и отходы в контейнер. Это может включать в себя первый класс наилучшее качество, второй класс ниже качества и отходы. Все спелые фрукты, которые недостаточно хороши для того, чтобы идти в понетки, должны быть собраны и помещены в контейнер отходов. Никогда не оставляйте и не бросайте больные, поврежденные или некачественные плоды, так как это привлекает СВД и распространяет болезни. Ваш руководитель поможет вам понять, что правильно и что неправильно. Стандарты, такие как размер и форма, могут меняться, поэтому проверяйте их у руководителя каждый день. Всегда держите ящик рядом с собой. Поставьте ящик перед собой, чтобы вы всегда работали рядом с ним. Если это слишком далеко, вы будете медленнее и можете повредить фрукты. Переместите полные понетки назад, а пустые ближе к себе, чтобы сохранить короткое расстояние. Важно собрать все готовые фрукты, вам нужно будет передвигать листья, чтобы найти ягоды. Если вы пропустите фрукты, вас отправят обратно, чтобы снова собрать ряд. Лучшие сборщики делают это правильно каждый раз. Когда ваши ящики полные, их необходимо записать. На некоторых фермах ваши ящики забирает специальный человек, его называют раннер, но других вы сами берете ящики. Ваши ягоды будут проверены и в случае возникновения проблемы будут возвращены назад. На каждом собранном вами ящике должен быть штрих-код или номер сборщика. Независимо от того, используется ли на вашей ферме компьютеризированная или ручная система, ягоды, что ты принес, будут записаны так, чтобы вам правильно заплатили. Если у вас возникают проблемы с фруктами, на упаковке узнают, кто их собирал. Контролер качества упаковки свяжется с руководителем на поле. Как только вы начнете правильно собирать, ваш руководитель предоставит вас, чтобы продолжить. В следующем разделе мы покажем вам основы сбора фруктов. У некоторых фруктов есть определенные методы, однако все фрукты имеют одинаковые общие пункты для подражания. Клубнику чаще всего выращивают на столешницах, что позволяет сборщикам стоять прямо, однако их также можно выращивать на уровне земли. При выборе на уровне земли вы можете выбрать, как собирать, стоя или наклонившись над фруктами. Вы также можете выбрать, сидя, на корточках или на коленях, на одном или на обоих коленях. Малина и ежевика выращены в рядах, поддерживаемых столбами и проволокой. Некоторые сорта имеют шипы, а некоторые без шипов. Кусты черники растут в рядах, часто в горшках и обычно поддерживаются столбами и проволокой. Чтобы собирать клубнику, нужно аккуратно прижать стебель ногтем к переднему пальцу и поверните запястье, чтобы зафиксировать стебель. Если вы согмете слишком сильно, он не сломается. Всегда стебель должен быть длиной около одного сантиметра. Этот стебель длинный, он не принимается. Чтобы собрать малину и ежевику, аккуратно удерживайте ягоды сверху и освободите ягоды от белой пробки. Если ягода сдернута, то белая пробка останется внутри. Малина и ежевика должны быть полностью одного цвета, как показано на рисунке, и не очень темного. Если ягода очень темная, то она идет в отходы. Если ягода не созрела, она не оторвется от белой пробки и будет повреждена. Правильный способ собрать чернику – это держать обе руки под ягодами и стряхивать их большими пальцами. Аккуратно переместите чернику с руки на руку, чтобы убрать коричневый цветок. Когда вы начнете собирать урожай, практикуйте правильную технику для ваших ягод. Пока вы не поймете правильно, если нужна помощь, спрашивайте. В зависимости от размера ягод, вы можете собрать несколько в каждую руку. Будьте осторожны и не кладите слишком много и не сжимайте их, это повредит их. Эти ягоды поражены болезнями или насекомыми и должны быть в отходах, если не уверен, спроси. Этот метод неправильный, потому что медленный. Будьте осторожны, чтобы не уронить плод, так как это привлекает СВД и распространяет болезни. Если вы уронили ягоды, пожалуйста, поднимите их и положите в отходы. Ягода с измененной формой не должна идти в первый класс. Ягоды первого класса должны сортироваться по цветам, более темной и светлой по разным понеткам. Чтобы ты смог двигаться с высокой скоростью 8 часов, нужно менять позы по мере необходимости, это уменьшит боль. Раздел 3. От новичка до чемпиона. Остальная часть этого видео покажет вам, как развиваться от новичка до сборщика чемпиона. Возможно, вы захотите снова посмотреть этот раздел, после того, как познакомитесь с тем, как собирать на ферме. Мы изучили самых быстрых сборщиков на многих фермах. Чтобы создать это видео и эти ключевые методы, которые они используют для достижения статуса сборщика чемпиона. У сборщика чемпиона хорошая тактика. Они работают систематически. Будь то любое растение, клубники или небольшие растения малины, сверху вниз. Они не двигают руки наугад и не возвращаются, чтобы собрать пропущенные ягоды, так как они замедляют их. Вы должны разработать метод, чтобы стать эффективным, чтобы не пропустить ни одной ягоды. Они собирают двумя руками, а не только своей доминирующей рукой. Начни собирать двумя руками, но медленно, чтобы привыкнуть, а затем, когда вы почувствуете себя достаточно комфортно, наберете скорость. Не пересыпайте ягоды с одной руки до другой. Научитесь держать много фруктов в обеих руках. Затем поместите все ягоды в понетки, следя за цветами, чтобы соответствовали и не смешивайте светлые и темные вместе. Чемпионы свои тележки регулярно передвигают бедрами, а руки в этот момент собирают ягоды. Более медленные сборщики толкают тележку руками, что замедляет их движение. Какая твоя мотивация стать чемпионом-сборщиком? Установите ее как свою цель и держите это в уме каждый день на ферме. Это поможет, когда некоторые дни станут тяжелыми из-за жаркой погоды, это продолжит мотивировать себя. Сбор ягод – это тяжелая работа, это физически утомительно и может быть работа в сложных условиях. Пейте достаточно воды, питайтесь хорошо и достаточно отдыхайте. Сборщик становится чемпионом, наблюдая за другими чемпионами. Определите чемпиона на вашей ферме, посмотрите, как они работают и повторяйте их методы. Чемпионы задают себе темп, который могут выдержать в течение дня. Другие сборщики могут начать очень быстро, а затем снижать скорость к концу дня. Чемпионы продолжают идти и благодаря этому зарабатывают больше денег. Итоги. Это ключевые моменты этого видео, которые помогут вам в вашей технике, а затем будут развиваться от новичка до чемпиона. Правильно выбирайте ягоды. Обращайтесь с фруктами аккуратно. Найдите разницу между спелыми и незрелыми ягодами, между первым классом и отходами. Не бросайте фрукты, поскольку это распространяет болезни. Держите ящик рядом с собой. Поставьте перед собой цель. Копируй лучших сборщиков. Разработайте хороший метод поиска. Собирайте двумя руками. Держите. Держите. Продолжение следует...